Добрый день, уважаемые коллеги! Особенно если речь идет о диссиминированном процессе и использовании различных групп препаратов, не перекрывают ту или другую опухоль, и тогда возникают сложные вопросы. Вот вам представляется клинический случай, речь идет о женщине, на сегодняшний день ей 60 лет, европеодной расы. Эта женщина страдает периодичной множественной опухоли, у нее рак яичников БРК негативный и немелкоклеточный рак легкого, гистологический аданокарцинома с наличием транслокации АЛК с метастатическим поражением обоих легких. Сопутствующие заболевания, ну достаточно стандартный набор, не имеющий каких-то особенностей. Если посмотреть на ее семейный анамнез, то в роду никто онкологическими заболеваниями не страдал, а статус курения пациентка не курит и ранее она никогда не курила. Анамнез заболевания начался в 2015 году, когда был верифицирован рак яичников с поражением паховых лимфатических узлов на тот момент. Уровень маркера СС-125 составлял чуть более 600 единиц, и тогда было принято решение о начале неодевантной химиотерапии в связи с поражением паховых лимфатических узлов. Было выполнено три цикла стандартной химиотерапии платиновый дублет, это поклитоксил и карбоплатин, на фоне которых был зарегистрирован частичный регресс. Уровень маркера практически нормализовался, и вторым этапом было выполнено радикальное хирургическое лечение. Гистологическое заключение подтвердило наличие сирозной хай-грейт аденокарциномы, циста аденокарциномы, и большой сальник был без метастазов. Далее одевантно получила пациентка еще три таких же блока химиотерапии, и в дальнейшем пациентка была оставлена под динамическое наблюдение. В соответствии с рекомендациями, каждые три месяца первые два года и с третьего года раз в полгода проводилось обследование, и все было более-менее благополучно до мая 2019 года. То есть фактически три с половиной года пациентка жила без признаков прогрессирования заболевания. В мае 2019 года по данным МРТ органов малого таза был выявлен рецидив, рецидивный узел на уровне подвздошных внутренних сосудов, размеры его составляли около трех сантиметров. Ну и естественно в данной ситуации для исключения диссиминации процесса было выполнено обследование и органов грудной и брюшной полости. Органы брюшной полости не вызывали никаких опасений, а вот со стороны органов грудной клетки в нижней доле правого легкого был выявлен очаг. На самом деле очаг был очень-очень маленький, около 12 миллиметров, но его структура и тяжистость в отношении плевры вызвала подозрение у специалистов компьютерной диагностики о том, что это может быть первичный рак легкого. Маленькие по типу матовых стекол очаги до 2 сантиметров были выявлены в обоих легких, и что нужно было сделать в этой ситуации? Так вот наши хирурги пошли в первую очередь на видеоторакоскопию и атипичную резекцию правого легкого, и по данным гистологического исследования была выявлена умеренно дифференцированная аденокарцинома легкого. Размеры опухоли были очень маленькие, полтора сантиметра, но тем не менее это была вторая опухоль. Естественно, как и положено всем больным, с наличием аденокарцинома проводится детальное молекулярно-генетическое исследование, что и было выполнено у этой пациентки, и была выявлена транслокация в гене АЛК. К этому моменту несколько увеличились изменения в полости малого таза, ранее определяемый узел несколько подрос, стал 35 мм, но и при этом были выявлены аналогичные структуры и еще дополнительные узлы над мочевым пузырем, под передней брюшной стенкой, по боковым каналам таза, по брюшине. И, конечно же, наши хирурги пошли и на верификацию этих образований, выполнена биопсия стенки влагалища и подтвержден рецидив тубоавариальной карциномы. Уровень С125 оставался в пределах референсных значений, и таким образом на тот момент мы получили две активных опухоли. Это рак яичников с рецидивом в полости малого таза и немелкоклеточный рак легкого аденокарцинома АЛК мутированная с наличием метастазов в обоих легких. Казалось бы, можно назначить платиновый дуплет, который эффективен и в отношении рака яичников, и в отношении немелкоклеточного рака легкого, но нас очень остановило наличие транслокации в гении АЛК. И встает вопрос, с лечения какой опухоли начать в первую очередь, какой опухоли отдать предпочтение, что делать в этой клинической ситуации. И тогда мы пошли по пути интермитирующего режима, мы пошли по пути сочетания химиотерапии и таргетной терапии. На тот момент в рамках расширенного доступа была возможность предоставить для пациентки лечение анти-АЛК терапии с применением препарата лорлотиниб 100 мг в сутки, стандартный режим дозирования. И сочеталось это все со стандартным режимом химиотерапии комбинации поклитоксил-карбоплотин в отношении рецидива рака яичников. Каким образом мы проводили лечение? За сутки до госпитализации на химиотерапию лорлотиниб прерывался, в день введения цитостатиков и на следующий день препарат тоже не получала пациентка. А со второго-третьего дня от начала химиотерапии вновь возобновлялся прием лорлотиниба. Таким образом было выполнено 6 циклов комбинированной терапии и что мы получаем в итоге? Лечение было завершено в январе 2020 года, а по данным ПЭТ-КТ в феврале 2020 года мы получаем полный метаболический регресс. Полный регресс изменений в полости малого таза и регресс изменений в органах грудной клетки. При этом сохранялись мелкие очаги в легких, но они были полностью метаболически неактивны. Уровененка маркера был абсолютно референсным на протяжении всего этого лечения. Пациентка была осмотрена повторно Игорь Викторовичем Берлевым. С учетом полного регресса в полости малого таза какое-либо хирургическое лечение не предполагалось. И параллельно с этим, поскольку лечение получала у профессора Орлова Сергея Владимировича лорлотинибом, пациентка продолжила лечение лорлотинибом уже у Сергея Владимировича. Такая ситуация сохранялась у нас благополучно в течение одного года. В январе нынешнего года отмечена следующая динамика органа грудной клетки без отрицательной динамики, но, к сожалению, по данным МРТ органов малого таза вновь был выявлен рецидив. Несколько солитарных рецидивных узлов, около 3-4 узлов с поражением брюшины, часть из них с признаками инвазии в прямую и сигмовидную кишку. По данным фиброколоноскопии, признаков прорастания слизистой оболочки не было выявлено, и маркер также оставался в референсных пределах. Вот так вот выглядели мелкие рецидивные узлы по брюшине с инвазией сигмовидной и прямой кишки. Ну и поскольку это был все-таки локальный рецидив, нашими хирургами было предпринято хирургическое лечение. В феврале нынешнего года была выполнена оптимальная циторедуктивная операция, это операция Р0 оказалась. Включала она в себя переднюю резекцию прямой кишки с формированием моностомоза, резекцию тонкой кишки, перитону мактомию, и по данным гистологического исследования, был подтвержден рецидив сырозных хай-грейд аденокарциномов параректальной клетчатки в стенке прямой кишки, в стенке сигмовидной кишки. Но, слава богу, удалось все это прооперировать в абсолютно оптимальном объеме. Естественно, учитывая длительность безрецидивного периода, мы вновь вернулись к адювантной химиотерапии с применением того же самого режима ТС. К сожалению, на втором цикле у больной развилась аллергическая реакция с развитием бронхоспазма на фоне введения карбоплотина отеком к винке и признаками ишемии миокарда, поэтому от продолжения адювантной химиотерапии мы воздержались, но терапия ларлатинибом продолжается и до настоящего времени. Контрольное обследование было в мае нынешнего года. Органы грудной клетки без отрицательной динамики, органы малого также без признаков рецидива заболевания. Вот так вот можно отразить этапы лечения этой пациентки. 2015 год рак яичников, первичное лечение, и через 3,5 года рецидив рака яичников с развитием немелкоклеточного рака легкого, и на фоне интермитирующего лечения, сочетания и таргетной терапии, и химиотерапии, нам удалось добиться полного метаболического регресса. Вот если посмотреть на этот слайд, то видно, что контроль над заболеванием, речь идет о раке легкого, составляет 22 месяца, и причем из этих 22 месяцев, полтора года, это полный регресс. Рак яичника, рецидивирующий рак яичника прооперирован, и в настоящее время признаков активности процесса нет. В настоящее время продолжает пациентка прием ларлатиниба. Очень щекотливый вопрос, как долго лечить эту больную, потому что отменить этот препарат страшно. Ну и контрольное обследование мы планируем продолжать каждые 3 месяца. Спасибо за внимание.